Друзья, всем привет! С вами из Крыма Алена Бордовская. Сегодня особенный день. Во-первых, 14 июня – это день города, день рождения города Севастополь. Это день блогера и день рождения еще одного моего любимого человека. Пасер! А еще мы сегодня на яхте с Владимиром Владимировичем и чудесным капитаном Кириллом. У нас будет впереди большое приключение. В общем, не буду сейчас все рассказывать. Сейчас все покажу. Субтитры создавал DimaTorzok Я его еще не видел. Они так близко. Вот они прямо здесь, прямо здесь. А-а-а! Они такие красивые! А-а-а! Прям на меня плывут. А-а-а! Нет, ну вы это видели? Вот это наша волокна! Вон он, прямо под водой! Красота! Ой, красавчик! Пляж Камень-жопа, инжир, вода 23 градуса, температура 28, середина июня и людей как бы... Субтитры создавал DimaTorzok Свет глазурь! Глазурь-глазурь! Мы идем прямо в скалу! Эй, капитан! Прямо по курсу... Оважь! Вау! У-а-а! Потрясаю в скалу! Стой! Держись, Креп. А-а, смотри, прошло. Вау! Я, кстати, здесь, честно признаться, впервые. А я здесь никогда не была! Впервые в жизни добралась-таки до мыса Ая. Дыхание дракона, грот дракона, потому что здесь, говорят, когда там давление как-то меняется в этом месте, то оттуда как будто дракон дышит. И вот так приближаешься, кажется, как будто скала. Ладно, вот сейчас мы видим, что скалы как будто расступаются, и открывается действительно какое-то помещение. Чего-то я не поняла. Вы хотите, чтобы я туда поплыла? Да. Да? Да. Я говорю, только вы не пугайтесь, там все нормально будет. Не пугайтесь, говорит. Туда поплыем. Реально! А, вон дракон! Вот туда! Там же, вон, там же, как бы опасно! Это не опасно. Вы шутите? Вы хотите, чтобы я прямо туда поплыла? Да! Ну, вы даете. Вот в эту расщелину надо просунуть не только голову, но и попу. И где-то оказаться. Ну что, пробуем море на вкус? Угу. Как-то коленком у меня холодно. Да, конечно. Давайте, посчитайте мне. Раз, два, три. Валее. Валерий! Да, валерий! Я туда, где пальто! Вы чё? Валерий! Валерий! Юра! Ты живи? Давай! Дашь с мать! А-а, у меня нахладывают уши, почему-то нахладило. А-а, мои уши! Я вышла, только уши закладывать, но если честно, очень страшно, но очень красиво, я теперь понимаю фразу страшно-красиво, потому что одновременно страшно и одновременно просто кайф, вам лучше, уну, дались ему, его всем советую, жизнь невозможно повернуть назад, поэтому живем на полную катушку, Юра поплыл в длинный грот или как это называется, двенадцать метров в глубину, и там море может быть, пятьдесят, обалдеть, и там море может быть пятнадцать-двенадцать градусов, и чем глубже плывешь, тем темнее, очень страшно, но красиво. С днем рождения, я тебя люблю, смотрите, пляж, только для нас, дикий, над нами тучка, молнии и гром, сейчас не слышно, оно так бабахает, как будто стреляют где-то. Пляж «Затерянный мир», где вы все затерялись? Это просто какой-то роскошный пляж, никого нет, вообще просто никого нет, нет, там две чайки вон там, две чайки только, да, обычно тут палатки, кстати, стоят, вон там. Ну просто как, вообще. Вот где, где такое, увидишь, в Анапе, лежать в Крым, короче. Я люблю Крым! Народная мудрость гласит, что в дождь много рыбы, на самом деле, у нас есть эхолот, и он нам подсказал, что здесь рыба есть. А до какого пор пускать все? Тот на. Тот на. Мне кажется, она уже поймалась. У нас очень умная рыба, и она ловится буквально на голый крючок. Если на реке вам нужно, как говорится, пару десятков червей и обязательно поплавок, желательно еду и бутылочку, чего-нибудь, чтобы наблюдать за этим поплавочком, пока он проклюнется, то здесь достаточно спустить леску с голыми крючками в море и начать вот так вот крутить вертушечку, доставая раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Одну пустили. Ну да ладно, ничего. Ужин из Тавриевки практически собран. Ну вот, мы уже две потеряли, но это не беда, ребята. Десять минут, и можно накормить, как говорится, всю столу. А кто хочет еще? Вась, хочешь попробовать? Они уже атакуют, что делать? Нет, нет, еще, нет, еще. Опустилась? Все, они сейчас крючки сожрут. Закрывай, да? Закрывай и поднимай. Дреско поднимай, чтобы получше. Просто все, я чувствую, сейчас крючков не будет. Люди, которые на речке сейчас... Самая неинтересная рыбалка, рыбалка на Черном море просто. Ты не успеешь даже выпить. Посмотреть даже не надо на этот... Даже выпить не успеешь, ну. Крути, крути, крути. Самое интересное, здесь же можно еще больше крючков сделать. Например, двадцать и по... А? Про конец. А, это же про конец. А, вот почему лимит крючков у всех. А сколько максимум крючков? Пять. Максимум пять. Я, кстати, в Балаклаве видел штук десять людей. Ну-ка. Давай, 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 посмотри. О, стой. Вот это вот рыба, видишь? Вот это ядовитая. Ядовитая рыба? О, вот не подводи даже. А, 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 не подводи. А как мы у него избавимся? Сейчас будем думать. У нее... На голове? Про шипы. На голове шипы. И что, сильный яд? Блин, ну дня три будешь лежать. Пипец. Пипец. Вася, ты какую-то отраву отпусти ее. Морской скорпион называется. Ну, в общем, такая скучная рыбалка. Можно поймать кого-нибудь ядовитого. Взбавляемся от злой рыбы. Перчатки обязательно. Ха-ха-ха-ха. Нет, нет, нет. Вот, видишь, вот эти вот шипы? Да. Вот этих шипах у него яд. И если к яду прикоснуться, то три дня с высокой температурой. Если большой дракон, то это будет кто летального может убить. Долитая. 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 Вот она. Мы ее жарили дольше, чем ловили. Да, спасибо капитану-повару. Рыбку мы кушали на бухте Ласпи. А вот теперь представьте, какая рыба ловилась на пустые крючки. А сейчас вот мы с наживкой, с приманочкой будем ловить большую акулу. Ловись, акула большая маленькая. Кстати, в Черном море из акул водятся только катраны. А катраны они людей не едят. Люди их едят, кстати. В общем, решили сменить наживку. Решили, что моя боба будет повкуснее. Хотя катран безопаснее тельфина. Аттракцион называется «Держи трусы». Посмотрим, останутся ли трусы на месте. Капитан, трогаем! Трогаем. Тhotsкок! Толик! Просто надо, просто надо! Это так прекрасно! Это так терминерно! Это так страшно! Это так страшно! Смотри под полосы! Только туда плыли, никого не было, а вот все, обратно плывем, уже на шубики, облюбовали пляж. Кстати, сегодня у нас вот такой человек в замечательной тайской рубашке. Никто не узнал, это тот самый Владимир Владимирович, который однажды украл меня на байке в Таиланде и увез в красивые места, потом еще на катамаране катались. Владимир Владимирович, а как вы в Севастополе оказались? Приплыл на катамаране из Владимира. Да ладно? Конечно. Вот на том самом? На том почти, почти на том. Почти на том, в котором мы в Таиланде катались? Да, самодельный был. Самодельный. И сколько дней? 36. 36 дней? Летом хоть, не зимой? Летом. Комары не съели? Ну, чуть-чуть объели, а так нормально. А что самое интересное было в этой поездке? Люди и чистота в Волге самое интересное, а люди и путешествия это не забывают. Понятно. А есть кадры-то? Конечно. Когда будет видео история приключения на катамаране до Крыма? Когда я иду, кто замонтажит. Когда я иду, кто замонтажит. Давайте кадры мы замонтажим. Вот вы говорите, на чем в Крым на самолете не попасть, на поезда билеты раскупили. На катамаране! Все в Крым на катамаране. Смотрите, парусная, гоночная, говорит. Это гоночная яхта называется? Вау! А у нас вот такой вот суперкайсер. Называется Ника, как богиня победы. Вот наш славный капитан и повар два в одном. А мы уже входим в бухту Балаклава. Так красиво это смотрится. Ну, тут много чего сейчас на реконструкции. Сейчас будем подплывать. Покажу немножко. Во-первых, первое изменение. Вот это здание наконец-то будут сносить. Кто помнит, называется оно памятник жадности. Потому что должно было быть сколько-то этажей. Потом пристроили еще кучу этажей. В итоге фундамент не выдержал. И в эксплуатации вот так и не вели. И так он тут и стоял над бухтой Балаклавской. Таким большим камнем не эксплуатируется. И при этом как бы вот. Вот эти сваи, которые сейчас за этим корабликом находятся. Их уже выкорчевывают. И вот смотрите новые хрустящие. Вкорчевывают, вкручивают, вбивают. А что там будет я узнала. Скорее всего пляж 25 метров. То есть в общем в Балаклаве наконец-то будет где искупаться. Прямо вот полноценно. Тут есть конечно пляжики, но их мало. И они всегда переполнены. В общем будет полноценный курорт. И я конечно Балаклаву люблю. Это мое самое любимое место на планете Земля. И если здесь все будет круто и красиво. Я буду только очень рада, очень счастлива. И надеюсь, что вместо вот этого здания будет что-то тоже очень крутое и красивое. Ну яхтенная марина здесь конечно. Яхтенная марина. Это Балаклава. Это самое лучшее место для яхтенной марины. Потому что здесь не бывает штормов. Ну как видели, да, вот с обеих сторон суша, горы. Штормов не бывает и яхты всегда в безопасности. Вот такая вот она чудесная Балаклава. И дельфинов повстречали, и рыбку поймали, и даже в грот заплыли. Жду всех в Крыму. Всем пока.